Но мы давно думали с Израиля эмигрировать, потому что из-за военного положения в основном. В принципе, там нам неплохо жилось, но когда уже дети пошли, тогда уже это сложнее стало. Жена была беременная, постоянно бомбежка, вот это стресс, это уже мы поняли, что нужно паровалить. И вот когда как раз была вторая Ливанская война в Израиле, тогда вот эта жена была беременна первым ребенком, и вот это стресс, это все как бы сказалось, и после этого мы уже решили так. Ну, как мы до этого задумывались, но это уже стало такой последней каплей, да. А я так понял, что вы с супругой со своей познакомились в Израиле, да? Да, в Израиле. Ага, то есть вы как бы разными путями приехали в Израиле, вы со своими родителями, она со своими родителями, а там уже познакомились. Да, мы приехали в 15 лет, мне было 15, ей было 14. Я приехал с Ташкента, а жена с Волгограда. И второй уже мальчик родился у вас здесь в Канаде, да? Да, в Канаде. Насколько я знаю, вы живете на Niagara Falls, да, то есть или в Сент-Катеринс, да? Я живу в Сент-Катеринс. Решив приехать из Израиля в Канаду, почему вдруг вы выбрали этот район? Ну, казалось бы, у нас есть русский район, Норс-Йорк, он же отчасти еврейский район, да, потому что там много не только русских евреев живет, а вообще выходцев. Ну, есть Ист-Йорк, есть Норс-Йорк. То есть, почему вдруг этот регион? Ну, мы же, мы приехали не сразу сюда, мы приехали в Ванкувер вначале, потом с Ванкуверами приехали в Торонто, а из Торонто уже переехали сюда, в общем, мы везде уже побывали. Так, а в общей сложности сколько вы уже в Канаде? Десять лет. Перепетии Ванкувер, Торонто, Ниагара, это с чем связаны все эти переезды? В основном это связано с тем, что жена у меня медсестра по профессии, и вот связано с ее работой. Там, где ей удалось получить ее лицензию и начать работать, вот там вот, в принципе, туда мы и направлялись. То есть, переезд в Ниагарский регион, это, в общем, опять же за жены? Да, за жены, потому что вот с лицензией там не совсем сложилось, а в Антарио на тот момент было легче, поэтому мы приехали сюда, и буквально она сразу получила здесь лицензию, не нужно было делать курсов или что-то в этом роде, там просто государственный экзамен она сдала. И вот. А уже с Торонто сюда мы переехали, потому что в Торонто она не могла найти работу. Насчет стигмы такой, что на Ниагаре нет работы. Для нас на Ниагаре, и только на Ниагаре была работа, а в Торонто не было. Я рассказывал о том, что я делал видео про Ниагарский регион, про Ниагару, и я показывал там со своей Наташей дома. И я помню, что мне писали в комментариях, что, Сергей, все это хорошо, красивые новые дома, все совершенно замечательно, но толку-то работы нет, потому что как бы считается, так говорят, по крайней мере люди, о том, что вся работа, она сосредоточена вокруг казино. Ну а в казино, ну сколько там, ну тысяч человек работают, я не знаю, то есть всех же не трудоустроишь. То есть это, в общем, миф, да, определенный? Это действительно стигма, и как я вот слышал тоже, тоже те же самые разговоры. Это когда мы в Торонто жили, мы там недолго были, но мы там останавливались, и я слышал то же самое все. Это дыра, это деревня, что это такое, мы такого вообще не знаем. То есть на Аграфолс мы знаем, Сан-Кетренс мы не слышали, в природе такого города нет. И вот то же самое все я слушал, но у нас просто не было выбора. Жена должна была начинать работать, а то уже пришлось бы возвращаться в Израиль. В огромном Торонто она не смогла найти работу, а на Ниагаре она смогла найти работу? Да, но это, опять же, это вот наш пример, который вот у нас случился, да. Но я уверен, что есть люди, которые сейчас даже приезжают, и они оказываются в такой же ситуации. И я даже сейчас слышу людей, которые живут в Торонто, и медсестра, или какая-то другая профессия, которая там не востребована, а здесь она востребована. Дмитрий, давайте про вас поговорим. У вас две такие, значит, отличительные черты. Во-первых, вы риэлтор, так же, как я, мы с вами коллеги. И вторая ситуация, вы ютюбер. Так это, в общем, мы похожи. Братья. То есть, да-да-да, братья на веки. Да, то есть мы оба ютюберы и оба риэлторы. Вот мне всегда было интересно, поскольку я не знаю этот район, я в нем не работаю, не специализируюсь, и как раз хотел послушать вашу точку зрения. Насколько вообще этот регион интересен в плане недвижимости? Очень интересен, очень интересен. И в последнее время интерес возрастает. Я вижу буквально везде люди интересуются все больше и больше регионам. Потому что вот даже вот несколько лет назад я работал исключительно с англоязычными клиентами, да. То есть русскоязычные были единицы. А сейчас вот я вижу, что больше и больше народу интересуется. И вот одна из причин, по которой я решил канал на ютюбе тоже сделать, чтобы донести до людей, донести до людей вот эту вот идею тоже, что на Торонто как бы свет с клином не сошелся. Есть какие-то еще другие варианты, есть какие-то еще другие опции. Вот, и на своем опыте тоже. Потому что действительно у нас ситуация была, можно сказать, безвыходная. Потому что работа, если бы жена не начала работать, ситуация была плачевная, так скажем так, в финансовом смысле, да. И вот это был такой как выход для нас, решение. И я уверен, что сейчас люди, которые слушают нас, тоже, может быть, находятся в таком положении. Да, но интерес, конечно, есть, проявляется. Я вижу это, цены в Торонто, вы знаете, как они растут. Да, в связи с этим у меня вопрос. То есть я знаю, сколько стоит недвижимость в Торонто, я с ней каждый день работаю. У нас даже скромненький, относительно скромненький какой-нибудь детач дом отдельно стоящий запросто может стоить миллион долларов. Сколько, за какие деньги разумно можно купить, ну, скажем так, хороший, хороший отдельно стоящий дом? В два раза меньше, да, где-то в два раза меньше. И мы находимся, регион находится в час-полтора езды от Торонто, чтобы вы понимали. То есть то же самое, скажем, Берри, куда паломничество русскоязычных, вы знаете, да, в последнее время началось. Он даже дальше находится от Торонто, он примерно тоже за расстояние, немножко дальше, чем Сен-Кеттерн, скажем, от Торонто. Дмитрий, я слышал, что вроде даже американцы покупают недвижимость на Niagara Falls, потому что для них, в общем-то, это, ну, по их деньгам, это относительно, наверное, все-таки не так дорого, наверное, да, если, ну, с учетом того, что переводишь в канадские доллары и так далее. Это правда? Они тоже покупают здесь на самом деле, да? Да, есть такие люди, что покупают со штатов, потому что граница прямо здесь, но вот мне, честно говоря, не довелось работать с американцами, в основном с местными канадцами, которые покупают недвижимость здесь для себя или на инвестицию, и вот в последнее время с русскоязычными людьми и в основном с Торонто. Какова вообще община вот Ниагары, этого региона? То есть есть там русские, нет их там, есть там вообще какое-то наше присутствие? Ну, какое-то наше присутствие есть, какое-то наше... Но я вам честно скажу, Сергей, мне, вот я как бы русскоязычный человек, мне все равно, с кем, кто вы по национальности, или узбек, или татар, или еврей, это мне абсолютно все равно, вот. И я бы хотел видеть больше русскоязычных здесь, потому что нас не так много, вот, у нас не так много. На самом деле нету ни ресторана, ни магазина пока, таких инициатив пока нету. Люди сейчас только начинают, как бы, думать об этом, и это такая хорошая возможность, я считаю, что что-то такое здесь открыто, но сейчас пока нас еще пока мало здесь, да, к сожалению. Да, а если говорить про бизнес, то есть я так понимаю, что вы коммерческой недвижимостью тоже занимаетесь, да? Да. То есть если вот, вот мне как раз показалась эта мысль интересная, то есть если человек интересуется открыть, скажем, там, русский ресторан, допустим, на Ниагаре, что, наверное, имеет смысл, да, потому что я видел там пакистанские рестораны, я видел корейские рестораны, я видел индийские рестораны, но я действительно не видел ничего такого вот русскоговорящего какого-то бизнеса. Если нету этого, это будет так как-то, вы будете первопроходцами, можно сказать, если вы что-то такое здесь откроете, и когда люди открывают что-то первое, что-то уникальное, у этого всегда больше возможностей в будущем. Я считаю, что это хорошее направление, потому что действительно русскоязычное, это только вопрос времени, мне кажется, пока люди начнут сюда ехать. Вот я, например, поскольку работаю в Торонто, я знаю по квадратам буквально, кто где живет, да, да, я знаю, где живут иранцы, я знаю, где живут русские. Если говорить об каком-то этническом портрете Ниагарского региона, это кто? Очень много в последнее время я вижу китайцев, вот тот район, тот район, где я, например, живу в Сен-Киатеринске, новые постройки, у меня в районе много китайцев, индусов, но когда я говорю китайцы, индусы, да, например, вот индусы, такие все высокообразованные люди, много врачей, много таких профессионалов, да, своего дела, то, что я вижу, и русскоязычные тоже, вот на моей улице, например, есть несколько русскоязычных семей тоже покупают дома, приезжают в Торонто в основном люди, да, приезжают в Миссисага, Торонто, GTA. Мы живем в Канаде, и никто не против, ни китайцев, ни индусов, но хочется поселиться в каком-то районе, где, допустим, есть какое-то примерно равное распределение национальности, да, то есть вот перемешано так, и мы с Натальей, кстати, очень любим ездить на Ниагару, вот нам безумно нравится и сама Ниагара, и больше всего нравится, наверное, Niagara-on-the-Lake, чудесный городочек такой курортный, просто очень живописный. Мне показалось, что если микс есть, то он такой какой-то очень разнообразный, то есть нету преобладания какой-то одной нации, которой вот там все китайцы, допустим, и так далее. Не-не-не, абсолютно нет, действительно, вы правы насчет этого, всего по чуть-чуть, всего понемножку. Расскажите мне, какой криминальный фон в этом районе? Ну, то, что я слышу иногда в новостях что-то происходит, да, то есть там какие-то инциденты отдельно взятые, но я не вижу вот на своем опыте, слава богу, как-то бог миловал, не ощущаю никакой такой криминальной обстановки, что-то из ряда вон выходящего я не ощущаю. Обычно маленькие когда-то городочки такие, там, как правило, народ такой немножко периферийный и увлекается иногда наркотиками, допустим. У вас такое что-то есть наподобие? Опять же, я лично не сталкивался, как я слышал, как я слышу, как мы общаемся между собой, с ребятами, с друзьями. Да, есть такие, опять же, отдельно взятые инциденты, когда там кто-то, передозировка была или что-то в этом роде, или кого-то арестовали. Конечно, есть, но не без этого, но я не вижу какого-то наплыва или каких-то таких, что это на постоянной основе что-то происходит такое. Мне кажется, все-таки более спокойная жизнь здесь, более размеренная. Вот. А, кстати, еще вот я хотел добавить, Сергей, насчет работы, да. Да, насчет работы в Торонто действительно, если у вас, скажем, не совсем сильно английский язык, не совсем большой, хороший уровень английского языка, вам будет легче найти работу в Торонто и, там, скажем, в Ванкувере, да, где большая русская комьюнити. Это действительно так, да. Но если у вас есть какой-то уровень английского языка, хотя бы базовый, вот, у вас не будет никаких проблем найти работу в каком-то маленьком городе, даже здесь, на Ниагаре. Вот. Я не вижу никаких препятствий для этого. Это как бы палка о двух концах, да. С одной стороны, вы приезжаете в русскую комьюнити, чтобы... и вы хотите начать работать, да. А с другой стороны, если вы будете уже там вариться в этом собственном соку, как вы освоите английский язык? Ну, то есть, если я правильно вас услышал, скорее всего, вот, ваши края, они для людей, которые не хотят оселиться, вот, чтобы жить, чтобы вокруг меня все были русские, допустим, да. То есть, это такое более быстрое внедрение в канадскую культуру? Мне кажется, это более быстрое внедрение. И мне кажется, что действительно легче даже найти работу, особенно в каких-то отдельных специальностях будет здесь, с каким-то базовым знанием английского языка, чем в Торонто. Потому что, ну, в Торонто это же многомиллионный город, да. На одно место претендует, скажем, 100-200 человек, а здесь, там, на одно место 10 человек. То есть, разница. Дмитрий, а никогда не смотрели уровень зарплат? Я просто не знаю этой статистики, вот, допустим, по соотношению, скажем, Ниаганского региона и, скажем, GTA, Great Toronto Area. Есть зарплаты, которые, как, вот, например, медсестры. То есть, они везде одинаковые. Есть разница в зарплатах. Я именно в цифрах не могу озвучить, да. Но я знаю, что, конечно, есть. И даже вот, когда мы жили в Торонто, была разница. Но она несущественная. То есть, если вы работаете, скажем, я помню, я когда работал в Торонто, он продавал телефон. Я там получал что-то на 2-3 доллара больше, чем бы я получал здесь. Вот. Она не такая существенная. То есть, а рент, например, он довольно существенный. Разница в аренде жилья. Да, вот это мне тоже интересно. Я, например, знаю, что, скажем, квартиру в Торонто, это вот сейчас, по нынешним временам, это надо вот 2,5 тысячи долларов выложить, если ты хочешь поселиться во что-то приличное. У вас примерно какой рейтинг аренды? То есть, вот, ну, более-менее средний, скажем, 2-bedroom apartment, средненькая квартирка, ну, приличная квартира, это сколько? Ну, вот, опять же, опять же, в 2 раза меньше. Это 2 раза меньше. А, вот так вот, да? То есть, это 1200-1300 долларов где-то, да? Да, и это будет хорошая, хорошая, двухспальная, довольно просторная квартира. А, Дмитрий, еще разочек. Значит, вы занимаетесь residential, да, то есть, жилищной недвижимостью, жилой недвижимостью, плюс вы занимаетесь коммерческой недвижимостью и арендой тоже, да? Аренда иногда для особых случаев, вот, потому что аренда жилья, как бы, это не так распространено здесь, как, например, в Торонто и GTA, да, аренда жилья в основном здесь происходит между людьми. На Каджидже выставляется аренда жилья. Да, это интересно, я не знал. Да, здесь оно не так распространено, есть отдельные случаи, конечно, но агенты в основном не занимаются этим. Иногда я могу это сделать, если русскоязычные люди приезжают и они хотят снять дом, да, я могу помочь в этом, но если это, скажем, квартира или там бейсмент какой-то, то в основном люди идут или на Каджидже, или снимают квартиру в комплексе, да, обращаются уже в саму компанию. Да, 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 в корпорацию. Вот, кстати, у меня приехал недавно мой знакомый с Израилем, да, и они сейчас живут в том комплексе, где я жил когда-то, когда я приехал. Вот, я, как бы, я могу посоветовать, нет никаких проблем, конечно, или там, если вы хотите снять дом, например, я могу с этим помочь тоже. Но вот они сейчас живут в этом комплексе и до сих пор туда письма приходят на мое имя, он мне принес, уже прошло сколько лет. Ну, а ваша супруга, она вот довольна то, что вы живете. То есть, я имею в виду, если вот спросить чисто такой немножко для женщины вопрос, ей понравилось больше Ванкувер, ей больше понравился Торонто или ей понравилось больше Ниагара? А ей понравился больше Ванкувер. Теплее в смысле. Да, очень хороший климат, тепло. Ну, дожди, конечно, да, иногда надоедают, но в основном, конечно, климат просто сказка, виды очень красивые. Она до сих пор скучает, хочет обратно, но вы же знаете, когда уже на каком-то месте останавливаешься, вот так вот привыкаешь, уже тяжело куда-то двигаться. Ну, кстати говоря, я недавно ездил работать на север, и я увидел разницу между нашим районом, городом Оквилл. Ваши края Ниагарские, они еще теплее, потому вот там, собственно, виноград и растет. Кстати, как, вино пьете, нет? Иногда попиваю, но я небольшой поклонник. Ну, конечно, винодельни тут хватает, это правда. Хорошо, а вот детишки ваши как, два мальчика, как они вписались? Ну, наверное, мальчишки быстро, наверное, да, тем более, что дети обычно язык схватывают очень быстро? Дети моментально, дети моментально схватывают. Смотрю на детей, и они уже все канадцы, уже канадцы. Старший там отвечает на английском, ну, я с ним на русском дома, но он на английском. Ну, уже... Да, тем более, что второй ребенок-то у вас родился же ведь в Канаде, да? Ну, второй уже в Канаде, уже, да, второй... Ну, то есть он 100% канадец уже? Уже, да, уже конкретный канадец. Что мне еще показалось интересно, спросить, наверное, какие-то профессиональные вопросы. Первый вопрос. Вот обращаются к вам люди в отношении покупки, скажем, недвижимости в вашем районе. Какие они ошибки совершают? Вот, может быть, у них какие-то стереотипы, может быть, у них какой-то неправильный подход. То есть вот сейчас вот пользуясь минутой, что бы вы хотели бы сказать своему будущему покупателю? Ну, первая ошибка, я вижу, вот люди делают первую ошибку, начинают процесс весь, да, покупки жилья или вот поиска жилья без помощи риэлтора. То есть или они, да, или они обращаются напрямую к риэлтору-продавца, что не есть хорошо, вот, для них, я имею в виду. Хорошо для агента, конечно, но не совсем хорошо для них. А вот это важно, я думаю, что надо воспользоваться моментом, раз вы этот вопрос подняли, объяснить людям, почему это нехорошо. Да, вот когда вы обращаетесь напрямую к продавцу, к агенту продавца, вы должны учитывать такой момент, что этот агент представляет интересы продавца в первую очередь. И у них есть контракт с продавцом, и он представляет его интересы. Будет ли представлять он ваши интересы? Может быть, он и будет представлять ваши интересы, но ваши интересы будут второстепенные, а интересы продавца будут в первую очередь, на первом месте. Поэтому вам нужно учитывать этот момент обязательно. Это во-первых. А во-вторых, когда вы игнорируете своего риэлтора, да, то есть вы не работаете с тем риэлтором, который представляет исключительно вас и работает в ваших интересах, вы тоже так же теряете. Потому что этот риэлтор сможет проверить все варианты для вас, посоветовать вам самый лучший район, например, да, и подскажет вам, как лучше действовать, что лучше покупать. Он просто работает на вас. И вы, кстати, за это ему ничего не платите. Но не все это знают, поэтому иногда вот я получаю очень немало писем, допустим, скажем, по своему каналу. Или когда люди приезжают, и меня спрашивают, Сергей, что мы вам должны заплатить? Вы мне ничего не должны заплатить, это сидит уже в стоимости недвижимости. И я, в общем-то, могу согласиться в плане того, что люди считают, что риэлтор что-то выгадывает, когда к нему приходит напрямую. Может быть, он что-то и выгадывает, но клиент вряд ли что-то выгадывает, потому что на первом месте продавец меня нанял для того, чтобы я работал, представлять его интересы. Я не могу бросить все и сказать, извини, ты мне больше не интересен, я теперь буду с покупателем работать. Как бы по этикету риэлторскому ты должен оставаться нейтральным, представляя обе стороны, вы знаете, да? Но как можно оставаться нейтральным, когда дело касается продажи и покупки жилья? Это очень тяжело. Я, кстати говоря, получаю немало, когда писем, мне довольно-то смешно, когда я это читаю, люди пишут, что вот вы риэлторы какие-то там такие, какие-то барыги, то есть вы там чуть ли не воры или бандиты. То есть мне всегда казалось это очень спешно, потому что мне эта позиция не очень понятна, да? То есть если я хочу, например, покрасить свой дом, да, и это стоит там 2-3 тысячи долларов, то у меня есть выбор, либо покрасить, пойти там купить два ведра окраски и самому покрасить, либо нанять маляра, да? И если эта работа стоит 3 тысячи долларов, то я не вижу, за что я его должен ненавидеть. Я могу пойти и все сделать сам, по большому счету, да? То есть как часто вы сталкиваетесь с этой позицией? Довольно часто, Сергей, особенно при продаже домов. Как вы знаете, я думаю, в Торонто примерно такая же ситуация. Особенно при продаже люди пытаются, знаете, сэкономить и там считают каждую копейку, но не знаю, вот если бы я даже вот не был бы риэлтором, я бы не рискнул сам продавать дом, честно вам скажу. Я бы не рискнул. И вот в продолжении темы, кстати, Сергей, насчет ошибок, которые люди делают. Я иногда вижу, что люди приезжают выбирать недвижимость в нашем регионе, например, с агентами, с риэлторами, с торонтовскими. Иногда такое тоже бывает. Это тоже глупость, на мой взгляд. Это большая ошибка. Это, кстати, очень правильная тема. Дело в том, что ко мне недавно обращалась женщина из региона, в котором я не работаю. И я сразу сказал, что я должен буду вас переадресовать другому агенту, потому что, имея уже какую-то определенную репутацию в бизнесе, я не могу делать умное лицо и изображать суперпрофессионала в районе, в котором я не смыслю совсем. Поэтому, мне кажется, да, это очень странно, когда люди, допустим, сторонно приезжают показывать недвижимость на Ниагару. Ну, я понимаю, что люди хотят заработать. Это все, как бы все мы хотим заработать. Но, наверное, это не очень хороший выбор, скорее всего, для самого клиента. То есть, ты должен выбрать специалиста, который знает, чем он занимается. Да, конечно. Тебе нужен специалист, который работает исключительно в этом районе. Я никогда не поеду продавать недвижимость в Торонто или в Миссисагу или куда-то в какой-либо другой город, потому что я знаю, что я не специалист этого региона. Поэтому это действительно ошибка людей, которую можно избежать. И зрителю нужно объяснить о том, что каждый риэлтор, я, например, являюсь членом Торонто Real Estate Board. То есть, наш борт – это организация, которая покрывает своими листингами продажами, да, дома, которые стоят на продаже, определенную территорию. И, в частности, например, мне, например, нет никакого смысла ехать работать на Ниагару, потому что я даже не вижу там дома, которые продаются. Я могу посмотреть их через риэлтор, но это уж какой-то совсем такой немножко любительский подход, да. Там половины информации не хватает. Вот. То есть, это на самом деле так. Итак, должен сознаться, что я в свое время согрешил и тоже поехал вот так вот работать в какой-то совсем другой район. Я, честно говоря, тогда проклял все, потому что, когда я ехал с клиентом смотреть какие-то дома, я, естественно, смотрел по навигатору, я набирал, потому что я не ориентируюсь в районе. Это было очень глупое зрелище. И когда я набирал, значит, по навигатору эту дистанцию, мои клиенты мне говорят, ты знаешь, надо вот здесь повернуть налево, здесь будет короче. А вот здесь вот там no frills, там магазин. А вот здесь вот я не знаю ровным счетом ничего. Я себя чувствовал себя полным болваном. Это было лет 15 тому назад. С тех пор я зарекся и сказал, нет, лучше этого никогда не делать. Хорошо, если говорить про ваш район, чем он еще интересен вот в плане недвижимости, в плане жизни, в плане бизнеса и так далее? Есть какие-то вот такие вот козырные карты? Козырные карты? Кстати, с января этого года, 2019 года, работает поезд, открылся поезд на 4 года раньше, чем планировалось. Это Go, да? Go Train с Niagara Falls в Торонто. Конечно же, это пока не такой постоянный график, что он ходит там каждые 2 часа, но только 2 раза в день пока. Но это какое-то начало, которое дает какую-то опцию людям, скажем, которые работают где-то рядом с Торонто, GTA, добраться без трафика в эти места. Очень интересный вопрос. Так вот, сели вы в Ниагаре, в Гоу, в электричку, по-русски говоря, сколько это по времени доехать до центра Торонто? Где-то 2-2,5 часа. Это приличный, конечно, отрезок времени, но за это время вы можете там поработать, сделать какие-то свои дела, вместо того, чтобы стоять в пробке и смотреть в небо. Мне еще вот что интересно спросить. Сейчас в Торонто такая тенденция идет, когда недвижимость выставляется на продажу, особенно если это приличная какая-то стоимость, то есть, скажем, уже подбирается там 800-900 тысяч, миллион, то, как правило, используется staging. То есть, для зрителей это, собственно говоря, английское слово stage, это как платформа, как сцена, да, то есть... Декорация, да. Да, недвижимость наряжается к показам, то есть ее украшают. У вас это тоже принято? Есть на более дорогую недвижимость, есть такой сервис, и некоторые продавцы действительно пользуются им по совету своего риэлтора. Не так распространено, как в Торонто, ну и потому что ценовая разница, да, у нас. На недвижимость, на дешевую недвижимость, люди обычно не заморачиваются с этим. Вот, ну, конечно, дорогая недвижимость, она лучше продается, когда все красиво выглядит, да, то есть, привлекает покупателей. Но на дешевую недвижимость обычно люди не делают этого. Но на ваш профессиональный взгляд это работает? Да, это работает, конечно. Особенно, когда профессионал своего дела поработает над недвижимостью, да, то есть, она выглядит довольно презентабельно. Конечно, это работает, и люди могут посмотреть, как, например, там расположена мебель, как это все красиво выглядит, и это им нравится покупателям, да. Все выглядит презентабельно. А вы как думаете, Сергей? Кстати, очень хороший вопрос. Дело в том, что ситуация такова, что это же удовольствие не бесплатное. Да. Поэтому я почему не зря спросил, потому что у меня какое-то такое половинчатое, в общем-то, мнение на этот счет. С одной стороны, вроде бы это работает, с другой стороны, когда ты начинаешь за это платить, непонятно, в какой степени это сработало. Окупится ли это, да. Да, насколько ты получил эффект от того, что ты вложил в эти деньги, потому что, в общем, ничего бесплатного не бывает. Мне осталось спросить, как с вами связаться, потому что я так понимаю, что вы заинтересованы, чтобы люди русскоговорящие, русскоязычные ехали в ваш регион, и теперь у них есть человек, которого они знают уже и в лицо, им осталось только записать ваш телефон, имейл адрес и так далее. Да, есть у меня прямой мой телефон, если у вас есть любые вопросы, можете мне посылать сообщение или позвонить, я могу озвучить телефон. Конечно, конечно. Да, 905-328-1704, вот, я, если я не занят, я всегда отвечу, да, а если я занят, то я перезвоню, вот, есть канал на ютюбе, молодой и развивающийся, вот, и если, можно, мы разместим ссылку на канал, и если людям интересно, я рассказываю о Ниагарском регионе, много сюжетов, и о недвижимости, и, там, свою историю про эмиграцию в Канаду тоже, если кому-то будет интересно, так что заходите на канал, друзья, и подписывайтесь. Вы можете меня также найти на фейсбуке, мою страничку. Если есть одна минута времени, то как бы вы себя характеризовали для того, чтобы люди к вам обратились? Ой, ну, вы даете, Сергей. Да, это такой последний аккорд, но хорошо. Я вам так скажу, что, действительно, я всегда буду говорить только правду вам, друзья, нравится вам это или нет, вот, как, действительно, как есть, и я так вам и скажу. Если вы продаете недвижимость, я вам скажу, как она стоит, и сколько она стоит, и как лучше ее продать. Если вы покупаете, и этот район нехороший, например, или я знаю что-то про недвижимость, которая вам нравится, но я знаю, что она будет не лучшая для вас, я вам тоже это скажу. В принципе, мне кажется, это самое важное в риэлторе, быть честным и быть всегда готовым помочь людям. Я думаю, это про меня. Субтитры сделал DimaTorzok